Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы жалуетесь на то, что ваш папа выпивает, при том, что вы девушка, вам 26 лет и вы живете с родителями. Вы жалуетесь на то, что ваш папа выпивает, и, соответственно, вы пишете один, что вот он сейчас в командировке, вот вы, значит, получается, узнали, что он выпивает каждый день, и у вас внутри перевернулось все, вы плакали, не знали, что делать, как жить дальше и что вообще дальше будет, да? Вот, дальше вы пишете, что уже готовы съехать, чтобы жить отдельно, но проблема в том, что вы не работаете, и вот никак не получается туда устроиться. Также вы пишете, что пятый год сидите дома в четырех стенах из-за небурневроза, а началось все с панических атак. Вот, вы пишете, что ни с кем не общаетесь, вообще не общительный человек, вам трудно сходить с людьми. Вот, ну так, жить тоже нельзя. Вы пишете, что... Не спрашивайте, почему в свои годы не работаю, и живу с родителями, с родителями. Говоря о том, что это долгая история. Такая уж, я бестолковый, пишете вы. Просто боюсь поменять свою жизнь, выйти из-за нога в комфорт. Вот. И дальше вы пишете, что хотите получить советы, в том плане, как поменять свою жизнь, или как не обращать внимания на всю эту ситуацию, пока вы живете с родителем. Вот. Ну, подразумеваем, что... Родители ваши могут развестись, но поговорить вы не можете. Значит, не со своей мамой, но тем более... с папой. Смотрите. Смотрите. Какая здесь ситуация. Я бы сказал, что в вашем тексте есть противоречия. А противоречия какого плана? Что вы говорите, значит, не спрашивайте, почему вы не работаете и живете с родителями? Ну, вот. Вы пишете, что... такая вы бестолковая. Вот. Это с одной стороны. И, с другой стороны, да, вы пишете, что боитесь поменять свою жизнь, да, боитесь, значит, замысловательно, например, принимать решения, вам сложно, вас это пугает, пугает ответственность и так далее. И в то же время вы выдаёте вопрос, а как мне... свою жизнь изменить? Ну, вы спрашиваете. Или как не обращать... не обращать, вот, внимание, да, на... эту ситуацию. Вот. А я думаю, я думаю, что это противоречие, потому что одно исключает другое. Если... если вы за аксиому принимаете то, что вы не работаете и живете с родителями, да, если вы это берёте за аксиому, то, соответственно, ну, наверное, никак, никак это не изменится. Вот. До тех пор, пока вы обнестесь к этому как грамоте. Вот. с этим уже можно будет что-то делать. Но если... если вы перестанете относиться к этому как данности и увидите, что в этом есть ваша проблема, вот, то с этим уже можно будет что-то делать. Вот. Вы пишете о том, что вы необщителен, вы пишете о том, что вы сидите в четырёх стенах из-за невроза. и я думаю, что если с чего и начинать, меняться. То есть того, чтобы начинать общаться. Общаться с людьми, ну, просто вот обучаться общению. Вот. То, что вы говорите, что вы необщительные, да, это ничего не вмешает. Вот. Нужно смотреть из чего конкретно состоит ваша необщительность, вот, и соответственно уже смотреть в сторону того, как это корректировать, грубо говоря. Вот. Если, конечно, вы опять же в этом заинтересованы, да? Вот. Следующий момент. Вы говорите, что вот ну, не получается у вас устроиться на работу, вы говорите, что почему-то не выходят. Вот. Лично я думаю, что у вас нет особой мотивации, лично я думаю, что вам не особенно, это интересно, и лично я думаю, что может быть, вы даже как-то избегаете, может быть, вы даже этого как-то боитесь, вот, может быть, даже вас это как-то вот, вам это не нравится в глубине души. Вот. Кроме того, у вашего текущего состояния есть, на мой взгляд, свои выгоды, выгоды, которые вы получаете, вот. И эти выгоды также мотивируют, ну, мотивируют вас на то, чтобы ничего не делать, чтобы, ну, оставаться в этом состоянии. Вот. А, значит, как я и сказал, первое, чего нужно начать, это сообщение. То есть, ваш мир сейчас такое чувство, что сузился, сузился, или он всегда был таким вот суженным, вот, до родителей. То есть, ваш мир это родители. Вот. Вам нужно его расширять, вот. И, значит, чтобы у вас помимо родителей появилось что-то еще, вот, чтобы у вас помимо родителей появились какие-то какие-то еще направления в ваши активности, вот, и чтобы жизнь ваших родителей встала вам немножко миниатери, вот. То есть, вот, такое перенаправление получалось. Получается. Вот. Вот этого нужно начинать. Ну, и очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что, вот, некоторая ваша подавленность, которая чувствуется, ну, которая чувствуется по ходу вашего текста. Она связана с тем, что вы привыкли забивать на свои чувства, забивать на личные границы, да, на свое, на свои желания, вот. Все у вас сводится к тому, что, вот, родители все хорошо, да, и я, соответственно, счастлив. Вот. Вот, нужно учиться обращать внимание на себя и учиться выражать свои чувства, чувства, ну, свое мнение, вот, свои желания и, соответственно, брать за них ответственно. Но ответственность вы боитесь. Возникает такой вопрос. Почему? Вот. Почему ответственность вас пугает? Это беспомощность. Вот это такое, такое, такое чувство, что вы сами ни на что не способны. Вот. Важно увидеть, откуда это у вас, появилось, вот, откуда появилось ощущение, что вы ни на что не способны. Вот. А, дальше, невроз. Что такое невроз? Откуда вы знаете, что у вас невроз? И, знаете ли, ну, природу происхождения невроз? Вот. Потому что, ну, опять же, мне, например, например, показалось, что, говоря о неврозе, да, вы как-то вот не очень, ну, не очень отдаете себе отсчет о том, о чем идет речь здесь. Вот. То есть, невроз это, по сути, тяжелый для человека внутренний конфликт. Ну, протворитель. Можно так сказать. Вот. И, как мы понимаем сейчас, что ваш конфликт может быть связан как раз с тем, что, с одной стороны, вы хотите быть ребенком, а вот, ну, оставаться ребенком. Но, с другой стороны, вы чуть-чуть взрослеете. Вот. от взросления никуда не деться, никуда не уйти. И вы, соответственно, начинаете чувствовать беспокойство из-за того, что вам нужно взрослеть. Вот. Возможно, вам кажется, что если вы поврослеете, да, родителям, например, станете ненужнее. А может быть у вас была такая функция изначально, что пока вы ребенок, да, пока вы ну, такая вот не самостоятельная, то вы нужны родителям. Вот. То есть это удерживает их образование, например. Если вы станете самостоятельной, да, вот, то родители больше вас, например, нуждаться, ну, нуждаться, допустим, не будут, вот, если родители вас не нуждать, то вам, ну, для чего вам жить. Вот. Ведь смысл жизни вам не дал. Получается. Вот. Ну, и, конечно, здесь играет роль то, как вы в целом к себе относитесь, чувствуете, что вы себя обесцениваете достаточно сильно, вот, называя себя бесстолковой, да, называются, называются, да, там, ни на что неспособны, и так 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 так. То есть, это, конечно, вот, на мой взгляд, является серьезной проблемой. Вот. Потому что, ну, то, что вы себя так обесцениваете, с этим нужно работать. Опять же, на мой взгляд, сами вы к этой идее, к идее того, что вы беспоконы, вот, прийти не могли именно сами. На мой взгляд, это вот вам в какой-то степени внушили, вероятно, вероятно, всего, внушили ваши родители. Вот. Почему они так сделаны? Да? Ну, для чего они так сделаны? Вот, для чего им внушать? Для чего им внушать? Что, вот, вы беспоконы, беспоконы. Опять же, из-за выгода. Из-за выгода, в данном случае, эта ситуация тоже выгода. Вот. И получается, по сути, такая ситуация, что выгодно родителям, да, то, что происходит, но, вот, страдаете вы от этого. И вот только вам решать, как будет дальше событие развиваться. Конечно, вы злитесь. Конечно, вы злитесь. по крайней мере, я не сомневаюсь в том, что вы злитесь, например, на своего папу. Вот. Не важно, почему, да, не важно, что вы перекладываете на него ответственность, свою, вот, ну, за вашу жизнь, да, за, о, ваше, чу, э, чувства, э, чувства, вот, это не важно. А сейчас, по крайней мере. Ладно, другое, что вы злитесь, и вы перекладываете, э, и, вот, в своей злости, в своей злости, вы себя зажимаете, то есть, вы подавляете, э, она подавляет свою злость. Вот. Э, значит, подавляет свою злость, вы себе хорошо не делаете. Вот. Отсюда появляется довольно много э, таких вот состояний, да, ну, ну, ваш, а вот, как, э, тревожность, вот, может быть, э, какая-то, б, 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 без, ну, беспричин, беспричинная, э, грусть, и так далее. это все про нас. Поэтому свое чувство нужно выражать. И чем лучше вы это будете делать, да, тем, тем лучше для вас будет. Да, вот. Но этому нужно учиться, учиться. Этому нужно учиться. Вот. Потому что, если вы, а, этого, например, не умеете, вот, то, делать это, делать это довольно сложно, если вы этого не умеете. Вот. Вот. тут, конечно, вам, э, требуется помощь. Вот. А, ну, ну, я думаю, что, начинать все, в любом случае, нужно, э, в общении. все взаимодействие с людьми. Вот. И учиться, учиться, себя чувствовать. Вот. Учиться, к себе прислушиваться. э, прислушиваться. Вот. А, и дальше уже, я думаю, будет, э, как-то вот, ну, более, понятно, о, в каком направлении вы хотели бы двигаться. А, Как-то так. я думаю, можно ответить, ответить, вам, на вопрос, который вы задаете. А, вот. Я надеюсь, э, что, вам это, было интересно. Я надеюсь, что, вам это было, не бесполезно. ну, по крайней мере. Вот. Я надеюсь, что, а, вы, э, ну, какие-то выводы, для себя сделаете. Вот. И, вот, что очень, что очень важно, это то, что, э, психологи не дают, э, совет. Вот. То есть, мы не будем, э, вам, что-либо советовать. Вот. Не будем советовать, там, например, э, как, как, ну, как, как правильно поступать, да? Вот. Мы можем вам предложить разобраться в себе. Вот. Да? Ну, просто разобраться в себе. Вот. Это то, что мы можем сделать. Э, для вас. И, соответственно, на основании этого, или, правильный, правильный сказать, по итогам этого, я думаю, что вы сможете для себя обнаружить, какие-то, ну, новые, может быть, возможности. Вот. Реагирование, допустим, на, все или иные ситуации. Вот. На которые сейчас вы реагируете вот так. Вот. В частности, вот, например, то, что вы боитесь, эм, скандала, скандала, э, с нами, да? Вот. Вы боитесь, что вы не можете с ней, э, поговорить, да? Э, в частности, этот момент, он, ну, очень покорательный. Вот. Понимаете, да? То есть, это очень, очень, ну, показательная история. Поэтому, здесь, э, ну, нужно, также, разбираться. Вот. А, я хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь. по моему ответу. Это позволит вам начать, э, над собой работу, вот, и позволит вам сформулировать, вот, какие-то, э, базовые постилаты, для, э, психотерапии, вот, позволит вам, э, сформулировать, для себя, какие-то такие, вот, э, может быть, первичные направл, направл, направление, для работы над собой, если, конечно, вы в этом заинтересованы. Вот. Ну, а мы с радостью вам поможем, если у вас такие, если у вас такое желание будет. Обращайтесь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok